Сугробы во дворах и сосульки, свисающие с крыш, могут пробить внушительную брешь в кошельках директоров управляющих компаний. Штрафовать за неубранный снег будут не организации, а должностных лиц. В зимний и весенний период особое внимание уделяется своевременному выявлению правонарушений, связанных с неодлежащим поведением мероприятий по уборке улиц, тротуаров, дворов, очистке снега от наледей сосулек, кровельных жилых зданий, сооружений и крыш. Все вышеперечисленное является нарушением права благоустройства. В прошлом году районные административные комиссии рассмотрели больше 14 тысяч протоколов о правонарушениях, большая часть из них в отношении юридических лиц. Но если штрафуют управляющую компанию, расплачиваются за свои ошибки, они, как правило, деньгами, которые собирают с жителей за обслуживание домов. Глава Самара Олег Фурсов поручил пересмотреть такую практику. Если это по качеству работы управляющих компаний, здесь нужно, наверное, подход менять. Надо наказывать руководителя. Если же это за нарушение правил благоустройства, как у нас были компании, которые на отремонтированной дороге, без разрешения, меняли что-то, тогда на компанию. Наказание рублем, как показывает практика, действительно меняет отношение нарушителей к своим обязанностям. В прошлом году общая сумма административных штрафов достигла 18 миллионов рублей. Но денег собрали меньше. Прокуратура предлагает с такими уклонистами разговаривать на языке закона, который предусматривает даже арест. Да, вы неуполномоченно составлять соответствующие постановления. Вы направьте в полицию, они уполномоченно составляют. Они составят, они доставят лицо до суда, а там уже суд примет решение, либо увеличит ответственность до двукратного размера, либо арест будет наложен на соответствующее должностное лицо. Это очень серьезные вещи. Как отметил глава Самары, это крайняя мера. Причем в прошлом году количество оплаченных штрафов выросло почти в три раза. Но и этот показатель далек от идеала. Выходитель административных комиссий, еще раз обращаясь к вам, хочу сказать, что мы очень внимательно смотрим за практикой вашей работы. И если у вас в практике исключительно поглаживание по голове нарушителя, вынесение предупреждений, мы с этим мириться не намерены. Вам необходимо перестраивать свои работы, быть более принципиальными и более ответственными. В некоторых районах на помощь административным комиссиям приходят ТОСы, которые подсказывают, где управляющие компании не убирают, а где фасады домов не в самом лучшем виде. В перспективе выявлять нарушителей будут и сотрудники районных администраций. Для этого разработают упрощенный механизм составления протоколов. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События.